Доброе утро, дорогие друзья, с вами канал Одна Австралия, и я Александр Петров. Доброе утро, опять-таки из Виндзора, и я нахожусь сейчас в госпитале, анализы сдавал, ничего со мной страшного нет, это просто для себя и для мамы я делаю чек, то есть проверяю здоровье, это надо делать регулярно, раз в полгода, и тогда у вас не будет никаких проблем. И вот, что я хотел бы вам, друзья, заметить. Находясь в том же самом Виндзоре, в Южном Виндзоре, в нашем Хоксбери, то, что сейчас, кстати, региональная Австралия, я вижу большую разницу, очень разительное отличие с тем, что происходит сейчас в некоторых районах ближе к центрам Сити, Мельбурн, Сидней Сити, Мельбурн, как бы центральная часть города, судя по тому, что мне говорят, какие-то закрытые медицинские центры, разговоры по телефону с терапевтами, со специалистами. А здесь, в этой глубинке, люди не то что не поняли, что произошло, люди не приняли этого, люди не протестуют, они просто не выполняют вот этих требований. Я разговаривал со своими друзьями и они рассказывали мне, что они ездят на рыбалку, ездили на охоту за сотни и сотни километров на границу с Квинслендом и даже на территорию Квинсленда. Они просто не задумывались о том, что это, типа, нельзя было, им плевать. Это они считают, правительство, оно и штата, и федеральное, оно должно отражать мысли, чаяния народа. Если народ просто не хочет этой ерундой заниматься, народ этим не занимается, не следует. И полиция, она в нашей глубинке, она та же самая. Это люди, которые здесь живут, они, естественно, если вы пьяной толпой куда-то пошли, человек 20, то, наверное, вас остановят, предупредят, если вы приезжие, может, даже кого-то оштрафуют, водителя, допустим. А вот, если вы местные, скажут, ребята, ну, давайте, хорош уже, так сказать, баловаться. А если вы едете там вдвоем, втроем на рыбалку, на охоту, никто вас даже останавливать не будет. То есть вот такое вот отношение у людей к этому коронавирусу. И это бесполезно вводить войска, бесполезно вводить полицию, потому что войска и полиция, думаю, точно так же. Вот это и есть разительное отличие между вот этими законопослушными седнейцами и мельбурновцами, вот этими вот людьми, которые, зачастую, кстати, эмигранты, которые хотят быть святее Папы Римского, и вот настоящих австралийцев. Они считают, они верят, что правительство должно служить им, их интересам. И в действительности местное правительство здесь, оно точно так же думает. Не, они говорят, конечно, да, мы должны соблюдать нормы, должны быть, как говорил Жванецкий, тщательнее, должны быть настойчивы и неутомимы, да. В реальной жизни этого не происходит, и в реальной жизни провинция живет еще так же в Австралии, как она и жила, и никто не позволит наступать на горло своей свободе. Это очень хороший урок для всех нас и для вас. Вы не должны идти на компромисс, вы не должны идти на сделку с совестью, вы не должны идти на те меры, которые ограничат вашу свободу. Посмотрите, здесь вообще никто не ходит в масках. Вообще, в принципе. Здесь врачи не ходят в масках. Поверьте мне, люди здесь беспокоятся о своем здоровье. Здесь никто в этом не ходит. Здесь, может быть, какие-то там кашляющие приезжие, да, они надевают, но как знак уважения, чтобы эти сопли не разлетались. Но если человек здоровый, он маску не одевает. Даже азиаты не одевают здесь маски. Потому что они тоже часть нашей общины. Если ты пойдешь в маски, то ты как бы становишься немым укором для местных жителей. А они этого не любят. Ты станешь чужаком. Поэтому, дорогие друзья, когда приходят вот такие вот коронавирусы, они еще и еще будут приходить. И пока вы не научитесь сопротивляться и не покажете власти, что да, вы нас грабите, но грабите до определенного предела, лучше вам не переходить эти границы. вот, пока над вами будут измываться. И уникальная ситуация с коронавирусом, вот этим вот, всей этой дребеденью, в том, что здесь нет разделения на как бы власть, ее карающие органы и народ. Потому что та же самая армия, та же самая полиция, она находится с вами в одной лодке. И если вы в действительности кричите там какой-то Навальный и Путина в топку, может быть, вас будут бить. Но если вы сопротивляетесь вот этому коронавирусию, вас никто не будет притеснять. И более того, большинство вот этих вот людей в погонах, это люди, которые точно так же ненавидят создавшееся положение, создавшую ситуацию. Поэтому вот эти вот уроки Виндзора, я не хочу как бы топить за региональную эмиграцию. И так все ясно, конечно, это единственный способ эмиграции в Австралии. Понятное дело, что жить в Виндзоре лучше, чем жить в Дабе. И даже лучше, чем жить в Перте или на Голдкосте. Но в данном случае я хотел бы все-таки, чтобы вы обратили внимание на то, что да, есть люди, есть регионы, где люди нормальные. И никакое коронавирусие их не может вышибить из седла. Вот того же самого я и вам желаю. Спасибо.